11.06 на часах. Традиционный мужской понедельник начинается в этот момент на волне 101.0. Также можно нас слушать в интернете на сайте Кирова.ру. Ваши приветствуют Николай Голиков и Владимир Сметалин. Вот наконец-то можно всех нас поздравить с первым теплым понедельником за долгое время. С комарами, с мошкарой, но и с теплом и солнышком. Здорово. Ну и погоду, заметить нужно, на неделю нас должна радовать. В среду ожидается небольшой провал, плюс 17 с ливневым дождем. Ну а ближе к выходным, в субботу и воскресенье, смотрю, под 30 жары. Под 30, да, ну и дождик он. Ах, эти летние дожди, эти радуги и тучи, пусть будут. Мы приступаем к работе, как обычно, мы с вами сегодня 2 часа. Во втором часе будем ждать в нашей студии представителей нашего опорного университета, Вятского госуниверситета. В начале июня они побывали в столице российского автопрома, в городе Тольятти. Тольятти, на форуме опорных университетов. Ну и судя по фейсбуку, они активно публиковали новости с этого мероприятия. Наши, в общем-то, себя достойно показали. Ну и грязь лицом точно не ударили. Да, зал, в котором собралось немало гостей из разных регионов, прям с открытым ртом, насколько я понял. Сидел и слушал наших вятских. Да. Ну а в первом часе у нас такая же традиционная рубрика, если можно ее так назвать. Мы приветствуем в первую очередь Наталью Костину, руководителя уголовной практики Кировского филиала, московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры. Адвокат, Наталья Александровна, добрый день. Добрый день. Приготовили вы очередную сегодня для нас тему, очень интересную. Будем разбираться. Мы тоже с открытыми ртами, наверное, будем временами сидеть. По крайней мере, дело, правда, интересное. Тем более в нашей стране зарекаться ни о чем не надо. В общем, позиция привычная для нас. Вы рассказываете, вы делитесь конкретными примерами. Мы тоже сидим с открытыми ртами, как те самые в Тольятти. Еще одного гостя представим и обозначим тему. Сергей Домнин, арбитражный управляющий, член Союза саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Добрый день. Всем так. Добро пожаловать в нашу студию. Тема такая очень интересная, очень актуальная. Мы действительно стараемся и берем эти самые примеры из жизни. Мы сегодня будем говорить о так называемом банкротстве. О банкротстве физических лиц. Насколько я помню, закон соответствующий вступил в силу с 1 октября 2015 года. Все правильно. Если не ошибаюсь. Потом какие-то еще, по-моему, изменения были. Я помню, многие специалисты, юристы, в том числе у нас в студии высказывались о том, что своевременно приняты эти нормы. Вот сейчас мы выясним, насколько они работают. Ну, а конкретные примеры из жизни, о которых я говорил, все мы, наверное, видим эти объявления многочисленные, избавим от долгов, примеры там приводятся. Вот мы уже столько-то людей от кабалы этой освободили, обращайтесь к нам, и все будет хорошо. Ну, и вот сразу вопрос в лоб, что называется. Действительно, Наталья Александровна, так-то просто, имея множество долгов, назанимал там-сям, объявляешься банкротом, и все, никому ничего не должен. Я думаю, что здесь все очень непросто, да, и можно разобрать несколько с вами ситуаций. Предлагаю вам, значит, первый вариант. Я, допустим, взяла несколько кредитов, в том числе и в МВОшках, в том числе и под бешеный процент. МВОшки в микрофинансовой организации. Имею, допустим, не всю зарплату белую. Пусть у меня будет официальный доход 10 тысяч рублей. А кредитов я взяла на сумму более 500 в нескольких банках. У меня есть квартира, машина, гараж и, допустим, дача. Ну, еще муж и дети, например. Осталась я без работы. Поскольку кредиты я выплатить не могу, я обращаюсь к специалисту, и сегодня у нас специалист такой, это Сергей, и говорю ему, избавь меня, Сергей, от долгов. И вот что он мне в такой ситуации скажет? Насколько реально избавиться от долгов, имея в том числе и недвижимость? Сергей, держите ответ. В такой ситуации, когда приходит клиент, лично я всегда говорю о том, что чудес в нашей стране не бывает. Так и вообще бы его нигде не бывает. Но тем не менее, многие граждане восприняли этот закон реально как чудо. Это как манна небесная, когда действительно можно оставить свое при себе, с кредиторами не рассчитаться и начать не то чтобы с чистого листа, но хотя бы с другого листа. Взрослый, а в сказки веришь до сих пор, да? Да, действительно, но такого не будет, потому что в законе есть на самом деле большое число нюансов, которых нужно будет разобраться. И в первую очередь это понимание того, что сделки, вот взять и вывести активы, все свои продать, все свое имущество подарить родственникам и так далее, спасти его от кредиторов так не получится. Закон о банкротстве, он о физиках работает два года, а закон о банкротстве с 2002 года у нас только последний, да? Соответственно, есть уже наработанные механизмы по юрлицам, и они здесь же применяются, как это имущество обратно на гражданина вернуть и, соответственно, в рамках процедуры банкротства распределить между его кредитами. А избавляться от имущества в этом случае с целью того, чтобы доказать, что ничего нету? С целью того, чтобы не показывать его в матче всем. Не знаю, что у меня нет, у меня нет ничего. Не только, чтобы его не забрали кредиторы в ходе банкротства. Продать по заниженной цене, например. Переоформить на тетю, да, сказать, тетя собственник, поэтому она ко мне не имеет никакого отношения. Нет, ну понимаете, вы опять же умные, это люди давным-давно никакого имущества на себе не имеют. Да, вот я, например, даже вот я не говорю, что я особо умный человек. Умные нет, квартиры нет, машины нет, гаража, ничего нет. Умные люди, депутатов я имею в виду. Вы можете титульным собственником не быть, но совместное с женой имущество у вас, тем не менее, может быть. Да у меня и жены-то нет, понимаете? Ну вот, вам повезло, если можно так и сказать. В нашей стране идеальная позиция ничего не иметь, да? Здесь мы тогда говорим о другом. Тогда в таких ситуациях, если у вас нет имущества, суд будет решать, а нужно ли с вас эти долги списывать. И здесь он будет смотреть, насколько вы были добросовестны, когда вы эти долги на себя принимали. То есть если вы пошли, не будучи, не обладая никаким имуществом, обладая минимальной какой-то или там серой зарплатой, да, вы пошли в пять банков, взяли пять кредитов, взяли какие-то эти потребительские карточки, взяли в микрофинансовых организациях, набрали там на сто тысяч долгов ежемесячного вашего платежа при зарплате в двадцать тысяч. А сейчас говорите, уважаемый арбитражный суд, освободите нас, пожалуйста, меня от этой задолженности. Не получится. Потому что суд скажет, гражданин, а вы, будучи разумным и добросовестным, вы должны были понимать, что ваших доходов не хватит для того, чтобы рассчитаться по таким долгам, которые вы берете. Вы были недобросовестны. И на основании этого мы вас от долгов не освобождаем. Проходит процедура. Обжаловать можно решение? Обжаловать можно все, что угодно. Подожди, подожди, Валя, смотри, вот хорошо, извините за беду. Хорошо, суд, ну, опять же, в ходе мы меня называем, да, вот суд мне сказал, мы вас от долгов не освобождаем. Ну, кредиторам-то от этого в чем фишка-то, я все равно им ничего дать-то не могу. Ну, кредиторы для себя продолжат какую-то работу по взысканию через коллекторов, через приставов, но вы не достигнете той цели, ради которой вы, возможно, пошли вот в эту нашу пресловутую юридическую фирму, которая вас обещала спасти, где вы заплатили деньги наверняка по договору оказания услуг и так далее. То есть это для вас не повлечет никаких благоприятных правовых последствий. Вы заплатите, но от долгов не избавитесь, у вас ничего в жизни не поменяется. Не поменяется, понятно, да. Давайте еще поподробнее все-таки пойдем, разобьем на несколько пунктов, возможно, и так. Вот возникает такая ситуация, когда человек понимает, что все, платить он не может, да, идет, консультируется со специалистом. Специалист ему говорит, извините, вы должны были раньше об этом думать. Ну и что дальше? Выплачивать, получается, ДУК, да, таким образом, как он есть. То есть часть из заработной платы у нас в удержании производится, часть за счет реализации и продажи какого-то имущества, которое имеется у гражданина. То есть только так. Реализовывать должен сам? Реализовывать, как правило, судебные приставы в рамках исполнительного производства. То есть, да, у нас кто обращается к специалистам за банкротством? Те уже, кто, как правило, имеет ряд исполнительных листов, и они не исполнены. То есть не хватает денежных средств. Вот на этой стадии прекрасно работают судебные приставы. А вот чтобы судебные приставы, так сказать, не мешали жить, вот тогда мы идем в банкротство. И все эти аресты у нас, да, все эти обеспечительные меры, исполнительное производство, они у нас прекращаются. И все передается, получается, арбитражному управляющему. Уже он будет исполнять это все. То есть, если я хочу потянуть, то, в принципе, я могу эту процедуру начать. Нет, но есть здесь еще и такой нюанс, что все-таки закон о банкротстве, он предусматривает ситуации, когда физлицо обязано обратиться с заявлением о банкротстве самого себя. Самого себя. Да, вне зависимости от того, какие внутренне человек этот будет преследовать цели. Но если он отвечает определенным критериям, то есть это задолженность более 500 тысяч, она просрочена более трех месяцев, то человек по буквальной норме закона обязан идти с заявлением о своем банкротстве в арбитражном суде. Опишите процедуру, она пишется произвольно или что? Заявление должно соответствовать определенным требованиям, которые прописаны в законе и в арбитражном процессуальном кодексе по содержанию. Закон о банкротстве также четко регламентирует, что должно прикладываться. Когда гражданин подает сам на себя, это огромная кипа документов, начиная от копии паспорта и снился, и заканчивая, я не знаю, справками о состоянии своих банковских, пенсионных счетов и так далее. То есть человек должен полностью показать всю подноготную себе. Соответственно, он подает заявление, он оплачивает госпошлину, сейчас это 300 рублей, он вносит 25 тысяч. Это в арбитраж, да? Да. За 125 тысяч? Он далее вносит 25 тысяч на депозит арбитражного суда. Это денежные средства, которые пойдут на выплату вознаграждения финансовому управляющему. Тут сразу возникает вопрос, если человек не способен ни с кем, нигде, ничего рассчитаться, откуда он 25 тысяч? Откуда он возьмет 400 тысяч? То есть эта процедура в любом случае финансируется. Если денег на банкротство нет, это же касается и юрлиц, и индивидуальных предпринимателей, то его не будет. Сергей говорит, что когда наступает определенное обстоятельство, человек, по идее, обязан сам пойти и подать заявление на свое банкротство. Хорошо, я исполнительный человек, я обязан, я пошел, но у меня нет 25 тысяч. Тогда суд, получив ваше заявление, оставляет его без движения и пишет, гражданин, внесите эти денежки, иначе я не буду рассматривать дело по существу. Я как бы уже свою эту функцию выполнил, я обратился в суд. Можно и так говорить. Можно и так, то есть я уже законопослушный. Это повод для некоторых злоупотреблений, да, такое бывает. Понятно, потому что на самом деле интересный человек, который не имеет никаких средств, все, вот не могу ничего дать, вот я голый перед вами стою, ничего мне нет, а тут 25 тысяч нам носить, это на сложный момент довольно. 25 тысяч, это не вся сумма. Это только начало процедуры, как правило, мне кажется, по физлицам, ну, меньше, чем на 100 тысяч в процедуре рассчитывать просто не очень. То есть, по большому счету, я потом должен буду оплачивать работу арбитражного управляющего? Конечно. Расходы, расходы есть, обязательные расходы еще. Вознаграждение утверждено. Так, у нас еще тут много терминов уже прозвучало, вот арбитражный управляющий, да, о том, кто это, мы поговорим уже после небольшой паузы. Еще раз повторим нашу тему и кто у нас в гостях. Тема у нас сегодня, да, вот, как оказалось, очень интересная, даже для тех, кто сидит в студии, банкротство физических лиц, что это такое, насколько она широко используется, как она происходит, от чего она, собственно, нас спасает, а от чего не спасет. И в гостях у нас сегодня уже традиционно Наталья Костина, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры, и Сергей Домнин, арбитражный управляющий, член СРО СемТЭК. Вот так вот букв много заглавных скажу. Сергей, кто есть арбитражный управляющий? Арбитражный управляющий. Что за институт такой? Арбитражный управляющий – это лицо, которое обладает определенным правовым статусом. И его функция – это проведение процедур банкротства. Когда мы говорим о физических лицах, термин используется финансовый управляющий. Для того, чтобы стать арбитражным управляющим, нужно, во-первых, иметь высшее образование, быть гражданином российской. Юридическое соответствие? Не обязательно. Иметь просто высшее юридическое образование, иметь профильную подготовку, сдать экзамен в Росреестре специальный, получить свидетельство, вступить в саморегулируемую организацию, быть ее членом действующим. Ну и, соответственно, в принципе, все. Не иметь судимости. То есть этот институт арбитражный управляющий просто не примут в СРО, да? Скорее всего, да. Этот институт, он появился одновременно с появлением закона, да, в банкротстве? В принципе, да, да. Ну, как бы пока не было закона о банкротстве физлиц, они уже работали с предприятиями. И на каком этапе, если уж мы говорим о физлицах, на каком этапе вы начинаете контактировать непосредственно с желающим признать себя банкротом? Или кто-то, если желает, просит, да, условно говоря, физлицу. Ну, здесь, возможно, разные ситуации. То есть есть клиенты, которые обращаются, которые приходят со своими документами и говорят, что мы, наверное, все-таки хотим пройти процедуру банкротства. Пожалуйста, проанализируйте. То есть до того, как обратиться в суд, идут за консультациями. Ну, по идее, это логично, да? Да. Соответственно, люди уже могут на этом этапе понять, что их может теоретически ждать в этой процедуре. Стоит им вообще подавать или не стоит. Потому что, вот как в нашем примере мы говорили, человек набрал кучу кредитов, не имея доходов. Я всегда говорю, что вам, мое мнение профессиональное, идти за этой процедурой не нужно. Вы потратите деньги, но ваша задолженность не будет списана. Где-то в других ситуациях, соответственно, человек получает консультацию и уже дальше может понимать, что банкротство будет для него способом, каким-то решением его проблем. Какие клиенты есть. Другие клиенты уже попадают на этапе, скажем так, после возбуждения дела. То есть суд получил чьё-то заявление, рассмотрел, ввёл банкротство, назначил арбитражного управляющего. И, соответственно, дальше уже идёт работа с этим физлицом. То есть суд назначает такой случай финансового управляющего? Тот, кто подаёт заявление, он может указать саморегулируемую организацию. А, то есть я бы хотел, скажем, вот у вас там СИМТЭК, вот я бы хотел, чтобы у меня там был СИМТЭК. Да, вы пишете это в заявлении, суд отправляет туда определение, и СИМТЭК путём своих внутренних процедур... Но они смогут отказаться, сказать, не хотим, мы с физиками работаем. Любой арбитражный управляющий может отказаться от любой процедуры. Потому что вот я как раз слышал, что есть такая штука в судах, что не могут просто найти арбитражного управляющего, они не хотят связываться с теми, у кого нет денег, потому что он же ничего не заплатит в итоге. Зачастую бывает. Но вот 25 этих тысяч депозитов, о которых мы говорили, они призваны обеспечить какое-то минимальное финансирование именно арбитражному управляющему. Но многие говорят, а зачем? Вот средняя процедура длится год, не менее года. 25 тысяч рублей минус НДФЛ получить за год. Кому-то не хочется работать за эти деньги. Я думаю, что большинству, скорее всего, даже не хочется работать. А получается так, если нет желающих стать финансовым управляющим, я подал заявление, там одна организация отказалась, другая отказалась. Суд прекращает производство. То есть суд говорит, никто не согласился, всё, истёк определённый срок, предусмотренный законом, нет кандидатуры, нет желающих. То есть заявитель как был, так и остался со своими долгами наедине. Получается, арбитражный управляющий такой независимый, да? Независимый оператор во всех этих процессах, через которого вот это всё происходит, или зависимый всё-таки? Закон презюмирует независимость. Он не склоняется ни в сторону, собственно, суда, которому нужно решить, банкрот или не банкрот, ни в сторону, собственно, самого физического лица. Не так, скорее, ни в сторону кредиторов, ни в сторону самого физического лица. То есть он соблюдает баланс между кредиторами и должником. — Наверное, пора привести конкретные примеры, что у нас в арбитражной практике. — Вы подготовились, мы знаем. — Да, есть статистика, эта статистика публикуется регулярно, она открыта. За все время действия закона о банкротстве граждан, это с октября 2015 года, 65,9 тысяч человек по всей стране являются банкротами. То есть либо прошли процедуру реализации, либо находятся в этой процедуре. — Признаны судом банкротами. — Если мы говорим по Кировской области, это 397 человек за весь вот этот вот период. — За два с половиной года. — Как-то не очень много. — Нет, на самом деле это такой показатель действительно небольшой, и, наверное, можно как-то говорить о том, что либо у нас не так много просроченных кредитов, либо не так много денег у людей для того, чтобы финансировать свое банкротство. — Нет, но если посмотреть статистику, которую печатают у нас по просроченным кредитам, то Кировская область обычно в топе. То есть у нас довольно-таки много на душу населения приходится просроченных кредитов. — Ну, здесь же есть вопрос еще суммы. То есть если маленькие кредиты, то мы не можем... — А там 500 тысяч начнется, да? — Да. — Да, гражданин может подать заявление, если у него задолженность меньше 500 тысяч, но там тоже есть определенные нюансы. То есть, конечно, из-за тысячи рублей никто не пойдет. — А если нарисовать вот такой портрет усредненный этих 400 почти, что человек — это вот те люди, о которых вы начали говорить, то есть кредит понабрали, возвращать не могут? — Нет, я думаю, что не все такие. — А какие еще есть нюансы? — Ну, есть очень много лиц, которые были руководителями предприятий, в отношении которых были введены какие-то тоже процедуры банкротства, и они в свое время просто давали поручительство за свои предприятия. — Да, да, такие истории известные. — Давайте поподробнее. — Ну, предприятие берет кредит, он выступает в качестве поручителя. — Чтобы не банкротить предприятие, он как бы… — Руководитель, как физлицо, выступает в качестве поручителями. — Это, как правило, требование банков, чтобы обязательно контролирующие лица становились поручителями для того, чтобы повысить обеспечиваемость кредита. — И кредит не возвращается к поручителям, он крайним становится. — В том числе, да, то есть кредитор вправе заниматься взысканием и банкротством как юрлица, так и этого гражданина. И таких ситуаций, на самом деле, очень много. — Большие суммы там? — Суммы бывают самые разные. — Самые разные. — Сотни тысяч, миллион рублей. — Предприятия уже берут миллионные кредиты. — Десятки, сотни миллион. — По России миллиарды существуют. — Вот те дела, которые я в Кирове слышал, просто опять же, если не будем называть, там десятки миллионов. — Да. — Сейчас вопрос такой. Ну, хорошо, он поручителем выступил при огромном кредите, а умысел какой-то был, что знали люди, что это может кончиться банкротством изначально, и все. И уход будет от выплаты кредита, или это как-то все спонтанно как-то возникло. — Нет, ну там банки человек проверяют. — Проверяют. — Возможны всякие ситуации. — Конечно, возможно. — То есть где-то действительно шел. — Если бы были невозможные, такого бы не было. — Конечно, конечно. — Собрались они, вот сейчас все, давайте берем 100 миллионов кредита, ты выступишь поручителем, «Да вы что, не буду?» — Да ладно, закон о банкротстве есть, и все, потом уйдем от ответственности. — Да, еще формальные ведь у нас директора и учредители бывают. — Возможен и такой вариант. — Конечно. — Но это уже, мне кажется, относится именно к банкам, которые выдают эти кредиты. Если их устраивать, такого рода поручители не дают. — Конечно. — В среднем, вы сказали, процедура длится около года, да, признание? — Это уже самореализация, мне кажется, длится около года. — Да, вот с момента, как суд ввел какую-то процедуру. — То есть вот смотрите, что происходит? Хорошо, суд условно признал гражданина банкротом, у него есть квартира, гараж, машина, еще что-нибудь, дача какая-нибудь. Вот суд его признал банкротом, что дальше происходит? — Что дальше? Назначается финансовый управляющий, который от имени этого гражданина усуществляет управление его имуществом. Сам гражданин не вправе совершать никакие сделки. — Это как, он живет с ним вместе или что? — Нет, ну почему? Во-первых, допустим, вот возьмем такой типичный пример, транспортное средство у должника. Соответственно, арбитражный управляющий обязан обеспечить его сохранность. Каким образом это решается? Как правило, машина у должника изымается и ставится куда-то на стоянку, чтобы он, не дай бог, не попал в ДТП, да, и она стоимостью не уценил. Вот такая ситуация. — То есть банкрот, он лишается возможности передвигаться на своем транспортном средстве или что? — Ситуации, возможно, различные. Но, как правило, все управляющие так делают. Потому что, если произойдет ситуация ДТП и машина будет удешевлена, отвечать за это будет имущественно-финансовый управляющий. — О, то есть получается так, что, да, он не усматривается. — Не обеспечил сохранность. — Из своего кармана, что ли? — Да. — В дальнейшем кредиторы могут в судебном порядке взыскать эту сумму с финансового управляющего. — Такая система сложная. — Поэтому здесь он заинтересован в том, чтобы максимально… — То есть должник с момента признания банкротом уже не может управлять, ни продать, ни каким-то образом оттверждения про все свои вещества, ни подарить, ни в карты проверять. — Финансовый управляющий осуществляет анализ сделок и предшествующих банкротству. То есть копает на глубину два года, да? — За сколько? — Два года, да? — Три. — Три года. — Это в законе тоже прописано. — Все, что я успел с имуществом за три года эти сделать… — За предыдущее, да. — Это может быть каким-то образом… — Да. То есть есть процедура оспаривания сделок в рамках дела о банкротстве, есть специальные основания банкротные, по которым это можно сделать и так далее. — То есть сделки признаются… — Недействительными, имущество возвращается, если оно находится у тех лиц, на кого оно было переоформлено, либо с этих лиц взыскиваются деньги, если дальше уже были перепродажи. — То есть если человек готовится к банкротству, он должен все эти сделки совершить, потом еще три года ничего не делать и только потом писать заявление, чтобы эти сделки обратно не… — Либо совершить очень грамотно. — Ну это уже другой вопрос. То есть за три года все, что я чудил со своим имуществом, это может быть просмотрено и признано действительным, да? — Так, статус банкрота еще какие подразумевает ограничения? — Ну естественно, что получение новых кредитов на период процедуры. — Это позволяется, да. — Гражданин обязан, естественно, что финансовому управляющему передать банковские свои карты для того, чтобы не тратить денежки. Накладываются аресты на эти банковские счета. То есть в принципе гражданин очень сильно ограничивается в своей сделкоспособности, мы это называем. То есть буквально по закону он может тратить только определенную сумму для обеспечения своей жизни и жизни членов своей семьи. Ну в законе написана сумма 50 тысяч рублей ежемесячно. — Не более 50 тысяч? — Да. — То есть это какие-то бытовые расходы, продуктовый магазин? — Да, да. — Сумма, конечно, более актуальна для столичных регионов. — И финансовый управляющий следит за этим тоже? — Да, обязан следить. — А как? Чеки должен предоставлять банкроту? — В том числе, да. — Нет, но если он контролирует все его банковские счета? — Ну, закон там предусматривает, что открывается специальный счет, и вот только с этого счета гражданин может… Ну, практика немножко у нас отличается. — А как счет этот пополняется? Откуда деньги у банкрота, если он банкрот? — Ну, человек может продолжать осуществлять, например, трудовую деятельность. — Работает, работает. — Получает зарплату, конечно. Получает доход, и уже, допустим, вот сумма 50 тысяч рублей, она удерживается, остается у должника. — Чтобы он голода не умер. — Да, да. А все, что свыше, это передается в конкурсную массу, накапливается и пускается на расчеты с кредиторами. — Кредиторы, наоборот, заинтересованы, чтобы человек работал. — Конечно. — Чтобы денег не платил, чтобы плодеспособность получилась. — А случаи, когда, ну, действительно, у него ни работы, никаких вообще источников дохода, они есть? — Регулярно. — Регулярно? — Регулярно. — С чем это связано? — Ну, такая распространенная, допустим, ситуация, женщины рожают детей, уходят в декретный отпуск. — Женщинам свойственно рожать детей. — В декретный отпуск, соответственно, пособие, допустим, работодатель по каким-то причинам не платит, все, нет дохода. — И женщина может? — Имея, допустим, какую-то просрочку по кредитам, обратиться в суд здесь, и суды, я скажу, что к таким ситуациям очень лояльно на самом деле относятся, да. — Володь, ну тебе это зачем? Ты все равно не уйдешь в отпуск. — Нет, мне хочется знать жизнь-то во всех ее проявлениях. — Либо, мне кажется, получение инвалидности, например, лицом ранее трудоспособным. То есть суды, конечно, снисходительны, которые будут относиться. — Снисходительны. — Если вы до этого работали, сейчас вы фактически не можете эту деятельность осуществлять, то что, конечно, с вас взять-то? — То есть, конечно, уважительные причины неплатежеспособности — это такой серьезный момент для того, чтобы быть освобожденным. Долгов и суды это исследуют. На самом деле, каковы причины реально привели к такой ситуации? — А если мужчина, женщина заговорили, если мужчина, глава семейства, у которого на иждивение несовершеннолетнее, это тоже, признается, смягчающий какой-то фактор? — Наверное, можно так говорить. Таких формулировок прямых нет, но суд исследует все фактические обстоятельства. Поэтому я своим клиентам говорю, что нужно... — Заводить детей. — Да не обязательно, но как в сериале «Доктор Хаус». Все лгут, вот вы не лгите, вы рассказываете все как есть. Потому что вы можете не понимать каких-то моментов, которые важны. И можете думать о том, что важно, но на самом деле это не будет иметь никакого значения. — То есть надо говорить, что все фут разберется. — В общем, перед судом как на исповеди. — Каждая ситуация индивидуальна. А вот моменты, связанные с этими компаниями, которые обещают, там же все стоит на потоке. — Мне кажется, эти компании не сильно отличаются от тех компаний, от долгов, которых они спасают. — Нет, ситуации разные бывают. — Это, конечно, где-то абсолютно легально, четко, красиво подходит клиенту, сопровождает его процедуру и так далее и тому подобное. И добивает тех целей, которые они ставят. А где-то, конечно, все рассчитано на поток, на выполнение формальных мероприятий. Потому что что-то не получается, человек приходит с вопросом и ему говорят, извини, а где ты видишь гарантии? Ты с нами, если что-то даже и подписал, то договор на оказание каких-то юридических услуг, что мы тебя там о чем-то проконсультируем. — Мы тебя проконсультировали, макет бумаги отправили, а результат мы не обещали. — Да, да. — А его никто не гарантирует. То есть суд не принял решение, мы же здесь ни при чем. — Да, об этом сообщается сразу же человеку. Да, мы будем работать, но я ничего не гарантирую. — Опять же, все зависит от юридической компании. — Это маркетинг. — Я не думаю, что все это делают, Володь. Или там полностью обаянием и заботой сразу стараются клиенты. — Давайте так, давайте про маркетинг заговорили, сделаем перерывчик на рекламу небольшой и продолжим. — Интересная тема. — Так самим интересно. — От самудия тюрьмы не зарекайся, от этого тоже, собственно, о чем мы сегодня говорим. Банкротство, физлиц. Подробности этого Наталья Костина с нами делится, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры. Адвокат. И Сергей Домнин, арбитражный управляющий, член Союза саморегулируемой организации арбитражных управляющих СИМТЭК. — Сергей, да, вот как раз говорили о том, что вот начиная процедура, собственно, банкротство, она длится примерно год. Все это время финансовый управляющий контролирует все вот эти вещи. Ну и наконец-таки все имущество продано. Дальше что происходит? — Дальше в арбитражный суд направляется отчет. Суду рассказывается о том, что было, что стало, какие мероприятия выполнены, что происходило. Какие решения кредиторами принимались и так далее. — И, соответственно, какие долги уже закрыты и какие нет. — Да, да. — То есть вот итог проводится, да? — А, кстати, есть приоритет, какие долги гасить? — Да, есть. — Есть. — Определенная очередность. — Есть, да? — Порядок есть определенный. — Она законом как для юрлицы установлена, так и в принципе… — Для физических принципов. — Ну ладно, у нас времени немного. — Суд назначает судебное заседание и в этом судебном заседании открытом рассматривает и решает вопрос, завершать ли процедуру и списывать ли все долги. И здесь нужно понимать, что даже если гражданин супердобросовестный, все у него хорошо, существуют такие обязательства и долги, которые никогда не будут списаны. — То есть в первую очередь это так называемые обязательства, неразрывно связанные с личностью. — Это алименты, это обязательства по возмещению вреда жизни и здоровью причиненного, по компенсации морального вреда и так далее. — Не списываются у нас те обязательства, которые накопились за период процедуры банкротства. — Например, у человека была квартира, он должен был платить коммуналку, он ее не платил. — Все, что за период банкротства, это тоже не списывается. — Дальше есть такая очень большая группа обязательств, связанных с недобросовестностью гражданина. То есть о чем здесь идет речь? Во-первых, это вред, причиненный преступлениями. Соответственно, подтвержденный, вступившим в законную силу, приговором суда. — Конкретные примеры уже есть по этому вред причиненным преступлениям? — Да существуют регулярно, конечно. — Ну что это? Что за преступления? Какого рода? — Это любые преступления, наказания, как правило, небольшой средней тяжести, невлекущие лишения свободы, по которым назначен штраф, допустим. — Ну что это? Физические увечья какие-то лишены? — Ну да. Средней тяжести, вот сейчас причиню тебе увечья средней тяжести, я буду тебе платить. И вот по-другому банкротству скажу, извини, Володь, я банкрот, мне нечем тебе платить. А мне судья скажет, мне... — Нет, не списывается. — Так что ты можешь получать... — Там в результате ДТП 264 тоже, наверное, да? — Да, если есть умысел. — Как правило, очень много составов преступлений, которые содержат в качестве наказания штраф. — Вот эти суммы, они остаются навсегда? — Они останутся навсегда, да, с гражданином. — Также, если исследуется поведение гражданина в этой процедуре банкротства, если он действовал недобросовестно, если он оказывал, скрыл, противодействовал финансовому управляющему, не сообщал сведения о себе, о своем имуществе, это тоже может быть основанием для того, чтобы не списать долги. — Дальше, вот как раз, если гражданин в этом деле о банкротстве привлечен к ответственности по статьям «Фиктивное банкротство», «Преднамеренное банкротство», «Неправомерное действие при банкротстве». — А эта статья-то уже, по-моему, из другого кодекса? — Это и уголовный кодекс. — Уголовный и кодекс административных правонарушений тоже сюда подходит. — Примеры есть? — Примеров, честно говоря, по России у нас немного, но они и есть. — Вот именно по преднамеренному физлист, да? — Как правило, нет, по юрлицам, да. — По юрлицам, да, это знаю, а вот тоже физлицо, там, преднамеренное банкротство, там, сам себя довел до банкротства. — И в целом немного выявляется, видите, в чем проблема-то? — В чем? — Преднамеренное банкротство либо фиктивное банкротство доказать может только арбитражный управляющий. — Ага. — То есть кредиторы могут этому поспособствовать, конечно, оспариванию сделок. — А на каком моменте это там он рыл-рыл и тут заподозрил? — Когда он вступает в дело, он смотрит документы физлица, юрлица, предпринимателя, неважно кого. Он действует по определенной методике, он смотрит деятельность этого физлица, юрлица, предпринимателя. Если он видит, что вся деятельность за последние годы была направлена на причинение ущерба, на совершение каких-то мнимых фиктивных сделок, убыток, убыток, неожиданно начал. — То, соответственно, он может сделать вывод о преднамеренном банкротстве. — Наличие признаков. Ну а дальше, соответственно, он обязан обратиться в правоохранительные органы, которые уже в рамках процессуальных кодексов проводят проверку, решают вопрос о возбуждении уголовного дела или прокуратуры административного дела. Это зависит от суммы ущерба. — А клиента ставит он в известность? — Слушайте, я у вас тут накопал. — Конечно, и суд, и кредиторам, как правило. — То есть получается, что если вы, условно говоря, Сергей, в процессе работы с должником, который претендует на банкротство, вы выявляете, что он к этому шел преднамеренно, органы правоохранительные проводят проверку и говорят, что, похоже, так обращаются в суд, то арбитражный суд, когда вы уже с тоговым докладом-то выступаете, он тогда не будет списывать ему долги уже? — Да. — Вот именно так? — Да. То есть здесь суд, скорее всего, будет ждать результатов, допустим, уголовного дела и может вообще процедуру банкротства приостановить, пока идет следствие, пока идет суд, потому что это зачастую очень длительные процессы, они идут годами. И, соответственно, просто законсервировать всю эту ситуацию, дождаться приговора, сказать, да, вот есть приговор, ты виновен, поэтому все, не списываем. — Мы ничего не списываем. — Интересно. — Ну вот уголовные составы у нас работают только от причинения крупного ущерба, то есть это ущерб, превышающий 2 250 000 рублей. То есть если я вот сумму свыше этого… — Это все равно там для физлица или для юридического лица… — Без разницы, крупный ущерб у нас, да, примечание, кстати. — То есть когда ты уже человек, долг больше 2 миллионов, там вот за счет его денег… — Когда я, так скажем, вывела имущество на сумму превышающую, либо совершила сделки какие-то, и это будет доказано, то вот вполне возможно… — 2,2 — это, в общем-то, такой нормальный джип вполне… — Ну как нормальный уже? — Нормальный. — Но не очень. — Нормальный, нормальный. То есть я имею в виду, что довольно распространенное такое имущество, то есть это не так много. — Сложны доказывания, видите, эти составы, поэтому они, как правило, все специалисты сходятся во мнении, что эта преступность, она носит скрытый, латентный характер. Мы, конечно, напрямую говорить не будем, но когда, например, предприятие видит, что оно банкрот, и руководитель в течение двух месяцев там обязан обратиться в арбитражный суд, у него административная ответственность. Если он не обратится, но, видит уже признаки банкротства, обращается в суд, определенную денежку уже отложил для арбитражного управляющего, просят назначить какое-то СРО. А, как правило, просит назначить и конкретного арбитражного управляющего может быть, и такое возможно, то арбитражный управляющий, которому, может быть, клиент платит деньги, Зачастую в финанализе может не выявить определенных признаков. По субъективным причинам, либо по объективным. Раньше такая проблема была у арбитражных управляющих, что я финанализ провожу и вроде бы не вижу здесь никаких признаков. А в конкурсном производстве я инвентаризацию имущества должника провожу. И только тогда уже в конкурсном производстве я могу сопоставить и выявить эти признаки, но уже поздно идет реализация имущества. Если бы у арбитражных управляющих была возможность раньше на имущество посмотреть, может быть чаще бы выявлялись такие признаки преднамеренно эффективного банкротства. Такая дырка в законе получается на данный момент. Это именно что практика применения, потому что в законе сложно же все предусмотреть, а на практике горят документы, мыши съедают, запасы и так далее и тому подобное. Не только горят, они и топятся, исчезают из автомобиля, о чем есть заявление в правоохранительные органы. То есть определенные действия все-таки недобросовестными лицами они предпринимаются. Не дремлют, в общем. Статус банкрота он раз и навсегда? Статус банкрота... Как печать на всю жизнь? Нет, на самом деле нет. То есть закон говорит о том, что после процедуры определенное время действуют определенные ограничения. То есть какое-то время гражданин обязан при заключении сделок, связанных с получением денег... Это когда он рассчитался уже, да? Да, он рассчитался и его признали банкротом. Освободили от списания долгов. Получаешь новый кредит, обязан сообщить о том, что у тебя была процедура в течение 5 лет, по каким-то основаниям 8 лет. Есть определенные запреты занимать руководящие должности или заниматься бизнесом в качестве индивидуального предпринимателя определенный срок. Это администрация, потому что, насколько я знаю, депутаты... Нет, в коммерческих организациях быть учредителем, директором. А вот такие общественные, типа депутаты-то у нас... ОООшку не создать, в общем. Да, в течение определенного времени. Все, потом это время проходит, и, соответственно, ну... Чисто опять. Вот через 5 лет уже после того, как это, да, вот уже все прожил, и потом уже можно никому не говорить, что ты был банкротом, да? Да. А мне кажется, знаете что, вот говорить о... А повторное банкротство возможно? Возможно. Неограниченное количество раз. Простите, прерывал. Арбитражный суд хранит все наши сведения на сайте суда, поэтому банк в следующий раз, выдавая вам кредит или вашему юрлицу, который вы вновь создали, он легко найдет предыдущее банкротное дело по всем вашим предыдущим юрлицам, по вам как по физическому лицу, поэтому будет все-таки, мне кажется, намного жуще к вам относиться. То есть, несмотря на то, что 5 лет уже прошли, все равно эта история останется, и к вам уже будет отношение. Учительная кредитная история уже получится, да? Я думаю, что да. Но таких мы... Но пока еще закон-то... Да, закон еще только 2,5 года действует, да, мы пока не знаем это, да. Но мы, кстати, взяли такой случай, когда, возвращаясь к самому началу, когда действительно есть что-то взыскивать человека, а есть такие граждане, из которых вообще ничего не взыскать. Да. Имущества нет, доходов нет, много таких вот из 400 упомянутых. Ну, такой статистики, в принципе, не ведется, это есть только целенаправленно поискать. По-моему, по-вашему? Ну, регулярно, особенно в регионах, да. Причем первоначально была такая практика, что таким лицам не вводили процедуру банкротства. И у нас здесь в Кирове писали, что нет, должно быть какое-то имущество, чтобы его продать. Поэтому многие люди, потом, подавая заявление по второму разу, писали, у меня в собственности кольцо золотое, стоимостью 5000 рублей, все, больше ничего нет. Ну, имущество какое-то есть. И даже про проверки истории там выясняется, что никогда ничего не продавал. Да, да, существует и такое. А потом уже суды стали более лояльны, появилось разъяснение Верховного суда, который сказал, нет, вне зависимости от имущества, гражданин вправе пройти такую процедуру. Итак, минуту остается, давайте резюмировать конкретные наставления, рекомендации нашим слушателям, жителям. Вот такая финансовая невеселая ситуация. Объявление на фонару. Объявление, приходи и избавлю, Наталья. Так уж доверяться полностью. Доверяться полностью не стоит, обращаться только к специалистам, к проверенным, точно не по объявлениям на столбах, наверное. Посмотреть по количеству арбитражных дел, которые ведет арбитражный управляющий, их нетрудно найти. Так какие каналы можно задействовать? Знакомых искать? Интернет? Пожалуйста, все, любые ресурсы вам в помощь, да? Ну, в принципе, я понял так, что мы можем даже в СРО обратиться. Конечно, в любое СРО. В СРО и просто хотя бы для консультации, что у меня возникла такая ситуация. СРО саморегулируемая организация. С погозрением относиться к высказываниям, что эта процедура обязательно вам будет на 100% гарантировать избавление от долгов. Особенно, если вы сделки какие-то подозрительные, до этого вы сами заключали, и вы видите, что на них внимания никто не обращает. То есть это явная уловка какая-то. И тем более, как мы поняли, от всех долгов все равно вас не освободят. Есть долги, которые всегда с тобой. Да. Да, ну и не брать долгов больше, чем ты можешь заплатить. Ну, это чаще всего этот совет запаздывает. То есть это звучит человек, который все это сделал. Нужно понимать, что очень многое зависит от фактической ситуации, которая каждый элемент возникновения, исполнения обязательств этих долговых, он будет проанализирован, ему будет дана оценка. Где-то положительная, где-то негативная. То есть каждый случай индивидуален? Каждый случай в моем профессиональном понимании каждый случай уникален. Бывают случаи похожие, но где-то всегда будет какой-то нюанс, который будет отличать это дело, и он может быть просто краеугольным. В общем, нюансов много. Короче, к специалистам. Тема многограммная, да, и это мысль о том, что сейчас наберу, например, кредит, потом меня банкротом признают, ничего никому не буду должен. Эту мысль надо от себя гнать. Не все так просто далеко. Спасибо большое за этот разговор, Наталья Костина и Сергей Домлин. Наши гости. Время пролетело очень быстро. Как всегда, да. Самое главное, не успели сказать, ну, в следующий раз. Да, будем ждать новую тему в следующий раз. На этом первая половина мужского понедельника сегодня завершена. Мы с Николаем не прощаемся. До встречи через 20 минут. Субтитры подогнал «Симон»!